Хасан Арквасов, руководитель команды Черкес 07. Хасан, закончилась церемония награждения. По результатам прошедшего сезона, ваша команда завоевала золотые медали первенства КБР по футболу и вышла в элитный дивизион чемпионата республики. Как вы прокомментируете прошедший сезон? Всем ассаламу алейкум, доброго времени суток. Во-первых, хотелось бы поздравить команду Черкес 07, всех ребят. Кто не только играл, и в руководстве был, и хотелось бы отдельно сказать большое спасибо стадиону «Юность» за так называемый в Баксанском районе, в городе Баксан, отдельно спорткомитету. Хотелось бы спасибо сказать за то, что предоставили нам стадион. Далее хотел бы сказать большой и не причет без сын, главе администрации Шикемского района, Борсову Юрию Карабиевичу, спорткомитету, лице Кишева. Отдельно хотелось бы благодарность выразить. И человек, который работает на администрации Шикемского района, Килистану Борису Ахматовичу, они нам все оказали всестороннюю поддержку. Эта победа посвящается им, естественно, потому что тот большой вклад, который они внесли, и не каждая администрация может себе позволить. И хотелось бы выразить огромную благодарность Федерации футбола Кабаринов-Балкарской республики Паштову, Руслану Хабижевичу, он является президентом Федерации футбола, и вице-президенту Тарканову Тарканову Тарканову, Инна Берчат-Бесына, вот сегодня благодаря вам в этом торжественном зале, который большое имеет значение для нашей республики. Это с большой буквы надо сказать. Инна Берчат-Бесына, большое спасибо. Это знаменательный зал. Я даже лучше не знаю, что это было где-то для награждения. У них получилось, они договорились. Приятно было бы в такой обстановке, много команд. Хотелось бы еще выразить, выделить, вернее, другие команды, которые не получилось в стройку попасть. Они бились, это очень хорошие команды. Там и Бундетей, и Бедик, и Батаба, и Псеншопа. Ну, много-много-много хороших команд, которых чуть-чуть не хватило. Это Акбаш, естественно. Что касается первого дивизиона, много достойных команд было. Вот все четыре команды, которые была возможность попасть в высший дивизион, насколько вы знаете, за все четыре команды мы пали. Это с первого места мы, со второго – «Искра», третьего – «Борта» и четвертого – «Марвел». Они в стыках прошли. Поздравляю эти команды. И хотелось бы отдельно выделить команду, которая замяла второе место. Нам действительно с ними вообще было сложно биться. Хорошая команда. «Искра» тут. Всем ребятам. Ас-саляму алейкум. Отдельно Касиму Кучеву. Он молодой, но амбициозный. Это самая симпатичная команда, я считаю, сейчас. Хасан, получается, в этом сезоне «Искра» стала одной из самых главных, скажем так, соперников «Черкеса». Ну а в следующем году соперники будут посильнее, их будет побольше. Да, и вот следующий вопрос, я бы сформулировал его таким образом. Какие задачи на предстоящий сезон ставит перед собой команда «Черкес-07» и готова ли команда к участию в высшем дивизионе? Хороший вопрос вы задали. У нас три варианта. Первый вариант – это ребята будут из Чигемского района играть. Это один, первый вариант. Второй вариант – это совсем молодые ребята из республики будут играть. И третий вариант – это будут одни из самых сильных ребят, только нашей республики, но и ближе наших соседей. Это там Осетия, Айгушетия, Чечня, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. Посмотрим, мы пока точно не решили, каким составом будем играть. Но если мы будем вот этот третий вариант, который мы сказали, играть третьим вариантом, ну, игроками, я думаю, мы бой дадим. Там однозначно будут фавориты – это энергетик, который, ну, так, это все, многие знают в республике. Тот, кто футболом занимается – это тренер Александр Волков, но все, что там около футбола и внутри футбола – это Тимур и, естественно, Аслан, конечно, решают там вопросы. Это вот очень сильная команда. С ними будет очень сложно биться, естественно, Терч – это Чеченский район всю жизнь. Хасан, вы обозначили три варианта развития событий. И, наверное, я думаю, для многих поклонников и болельщиков будет интересный вопрос, какой из перечисленных вариантов приоритетный. По какому пути, скорее всего, будет развиваться судьба «Черкес-07». Мы хотим голосование сделать, голосование сделаем. И, скорее всего, как болельщики, как глава района, такой приоритет они возьмут в направлении динамики. Такой, скорее всего, не 100%, но, скорее всего, такое окончательное решение будет. Хасан, ну и сезон, прошедший, получился очень трудным, очень тяжелым, но при всем при этом вы задачу выполнили. Вышли в высший дивизион, вышли с первого места. И наверняка в составе вашей команды нашлись игроки, которые были ведущими. Кого бы вы отметили из команды? Во-первых, Федерация футбола, видимо, с другими тренерами советовались, выбрали лучших игроков. И что касается нашей команды «Черкес-07», лучший игрок выбрали, это Ислам Макушев, защитник. Кстати, он с сельского бассейна ЧГМ-2. Очень он, я знаю. Лучший полузащитник – это «Анзор», поможем так называемой «ракета». Мы лучшие полузащитники. И лучший вратарь, так как он меньше всех его пропустил. И он действительно это заслужил. Это Мирослав Каиров. Я думаю, он заслужил это. Но я хотел бы еще отметить Китбиева. Алима Китбиева, он действительно заслужил, на мой взгляд. И я считаю, что, ну если чуть ранее вернуться, те ребята, которые у нас играли в «Черкес-07», тот же Аслан Бароков, тот же Пушка Авхасик, Джентимир Уначин, много ребят, очень сильных, которые были. К сожалению, вы сами знаете те моменты, то, что произошли, их не было. Самое главное, самое-самое, я считаю, мое личное мнение, это Зреди Юрьевича Банова. Он собрал ребят, 75% работы он выполнил. Он выиграл кубок в федерации, как было КВШ. И на первом месте в тот момент, когда они ушли, команда была на первом месте. И я думаю, он заслуживал баховы. И, к сожалению, просто то, что произошло, то произошло. И это, вы меня спрашивали насчет «Вышки». Я считаю, что лучший игрок, по моему мнению, высшего дивизиона, но это лично мое субъективное, как и ваше, как и людей некоторых, я считаю, что это с Асланом Амбеков или Аслану Русов. Это два игрока, которые, ну, скорее всего, чуть ближе с Асланом были, он очень обменный футбол показал, но Рус тоже Аслан был в топе. Но это, на мой взгляд, лично мое мнение. Хасан, я думаю, опять же, будет для многих болельщиков интересно, какие трансферы готовит «Черкес-07». Поделитесь какими-то инсайдерами, какой-то инсайдерской информацией, с кем ведутся переговоры, кого мы можем увидеть в составе команды на следующий сезон. Или это пока все-таки остается в секрете? У нас после УРАЗы, по-моему, 1 или 2 мая начинается. И УРАЗа в апреле будет, и когда СССР закончится, это где-то мы ближе к апрелю будем знать. Но будем вместе, такая возможность предоставится нам, будем биться. Пока мы точно не решили, каким составом, кто тренер. Мне есть и тренера, которые мне очень сильно нравятся. Не только для нашей республики, допустим, пока не могу назвать фамилию. Я очень хотел бы, чтобы, допустим, какие-то люди тренировали. Но это все на уровне слухов, это еще много тем, много дел. Может быть, мы в молодым составом будем играть. Пока еще не ясно. Хасан, я вас поздравляю еще раз. Спасибо за комментарии. Удачи в новом сезоне. Спасибо. Спасибо.